Здравствуйте, друзья! В Москве 17 часов 4 минуты, начало вечера. Это программа «Бизнес-класс» на Финам.фм. И, как обычно, будем говорить о способах заработать денег, обо всем, что связано с бизнесом и с предпринимательством. Сегодня у нас тема, как и часто у нас бывает, связанная с интернет-бизнесом. Называется «Продажа товаров и услуг через интернет». Тема достаточно большая, но, как показывает практика, тематика интернет-бизнеса часто вызывает повышенный интерес, потому что это один из тех бизнесов, которые действительно очень хорошо развиваются в последнее время. У меня сегодня гость Дмитрий Яковлев, директор по развитию бизнеса Ozone.Travel. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Спасибо, что приехали. Должен присоединиться еще Оскар Хартман, основатель и генеральный директор компании «Купи Вип». На самом деле, две этих компании, наверное, входят в число топ-3 лидеров российского интернета, лидеров продаж в российском интернете. По анализу журнала «Секрет фирмы», он, правда, в прошлом году был, но топ-100 интернет-магазинов, туда вошел Ozone.ru. Понятно, что Travel – это некое подразделение Ozone. Нет, здесь, я думаю, считался именно один ритейлый бизнес, скорее всего. Надо посмотреть, какие там цифры. В любом случае, это люди, которые умеют делать интернет-бизнес, и на втором месте как раз «Купи Вип». Ну, методика, понятное дело, что требует отдельного рассмотрения, но в любом случае, у меня сегодня в студии, если Оскар приедет, прорвется через московские пробки, будут два эксперта, которые явно будут представлять некое репрезентативное мнение по российскому рынку, да и я думаю, что и в целом по тенденциям и России, и мира. У нас телефон прямого эфира, как всегда, работает. 495 – это код города, ну и сам телефон 6510996 – это средство коммуникации, либо вы можете интерактивно написать на сайт, если у вас под рукой интернет. Сайт у нас простой – финам.фм. Соответственно, там вы можете также посмотреть нашу прямую трансляцию. Меня зовут Георгий Вербицкий еще раз, ну и вначале я предлагаю обсудить какие-то, скажем так, наиболее актуальные вещи, которые сейчас происходят. Вот, например, сегодня в ведомости написали, что интернет-экономика заняла 1% российского ВВП, то есть уже какие-то попытки есть, во-первых, измерить, что у нас происходит с бизнесом в интернет. Ну и вот 1% российского ВВП – это вообще много или мало? Ну, на мой взгляд, достаточно уже неплохо. Я считаю, что это очень большая доля, если говорить про интернет, потому что я еще помню то время, когда интернет-экономика вообще не воспринималась как серьезное дело, да, и когда не было ни инвестиций в большие компании, ни больших оборотов, все это посчиталось каким-то уделом людей, которые называются непонятными какими-то деятельностью. Сейчас это солидная компания, с многолетней историей, очень большие обороты. Если говорить про онлайн-тревел, который фактически появился 4 года назад вместе с нами и другими компаниями, которые сейчас являются рынком, плюс иностранной компанией, поставщики услуг, то здесь вокруг нас выросла целая отрасль в том числе, и мы являемся как бы двигателем и развития различных рекламных моделей новых и интернет-платежей. То есть я считаю, что если на нас пишут в ведомостях, то это уже признание. Не то чтобы о вас, но в целом о рынке. О нас я имею в виду, об интернет-компаниях, о том, что мы существуем, о том, что мы продаем, о том, что мы что-то делаем интересное. Если брать цифры, то это половина триллиона рублей в 2011 году, и прогнозируемый рост как раз по версии ведомостей, это 30% уже в 2012 году. То есть по итогам 2012 года, пишут в ведомости, что показатель вырастет до полутора процентов, то есть прибавит, соответственно, 30%. Развитие, наверное, я бы не сказал, что по экспоненте, но очень близко. То есть рост усиливается и усиливается. Почему это происходит? Ну, наверное, тоже здесь все очевидно. Все-таки и рост числа пользователей интернета у нас происходит каждый год. Например, в прошлом году, в 2011 году, число пользователей интернета в России выросло на 5,4%, составило 70 миллионов человек. То есть, в принципе, ну сколько у нас... Мы номер один рынок теперь. 150 миллионов у нас в России, 70 миллионов у нас используют теперь интернет. То есть каждый второй... Мы номер один рынок в Европе. Количество пользователей в интернете. То есть самое большое. У нас больше всех их. У нас очень низкое проникновение при этом. То есть у нас огромный запас роста. Если сравнить с скандинавскими странами, где, не знаю, к 80% предậtнейшее становится. 49, насколько я понимаю. Вот, то есть, видите, запас еще очень большой. И только за счет роста числа интернет-пользователей мы видим возможность огромного развития данного сектора экономики. Кроме того, есть такой показатель, как интернет-покупатели. Я сейчас не помню точную цифру, но у нас еще и доля интернет-покупателей среди интернет-пользователей тоже растет каждый год. То есть, здесь не все, к сожалению, люди, которые выходят в интернет регулярно, они покупают. То есть, здесь, соответственно, два фактора. Это развитие рынка, развитие доступа в интернет и развитие своих компаний, которые более эффективно конвертируют интернет-пользователей в интернет-покупателей. Ну, если, например, обычный бизнес, ну, как у нас ВВП растет, да, где-то больше, где-то меньше, там, в США, там, 2% рост ВВП от года к году. В России, сколько нам у нас, 6, да, примерно где-то так. То это, в принципе, то, на что может рассчитывать бизнес. То есть, это некий бенчмарк, на который может рассчитывать бизнес, ставя себе задачу, скажем, на следующий год. А интернет-бизнес – это немножко другая история. Здесь, во-первых, 5% рост пользователей интернета, ну, и плюс еще те люди, которые, вот, собственно, может быть, были пользователями интернета, но неактивными пользователями интернета. То есть, они, скажем, ну, заходили там, я не знаю, там… Здесь уже спландежная система очень сильно влияет тоже. Распроводникновение платежей, если говорить для онлайн-тревел, да, очень важно. Оплата карты, она буквально вот, кстати, последние 4 года очень сильно развилась в интернете. Оплата картами, да? Картами, да. Потому что если сравнить, например, пластиковыми. Если сравнить Озон.ру, где платит курьеру 80% людей, да, с всякими офлайнными способами, у нас все наоборот. Вот, у нас картами платят в тревеле 70%, около 70%. То есть, зеркальной ситуации. В бизнесе, где есть доставка товаров, там важна именно сам доставка, да, вот, то, что способствует продвижению, увеличению бизнеса, это улучшение сервиса доставки. Проникновение в регионы, развитие логистических схем и так далее. Здесь же, если у нас онлайн-тревел, где все виртуальное, где услуги виртуальные, то чем больше людей начинают использоваться картами, электронными деньгами, тем тоже распространение услуги растет, и рынок растет, соответственно. Да, здесь, насколько я понимаю, вот для Озона, в основном, основная проблема – это доставка. То есть, люди, вот я, например, пользователь был Озона, ну и сейчас пользуюсь, в принципе, и как-то раз я сделал заказ, честно признаюсь, и везли его долго, и я уже подумал, боже мой, проще съездить в магазин купить. То есть, вот доставка такой был, как бы, слабое звено, на мой взгляд, а у вас все проще, то есть, у вас есть пластиковая карта, заплатил, и все, и практически сразу же покупка совершилась. Моментально, то есть, не практически, а будет ментально. Но и мы, вот это и в этом российская специфика, мы, как и в Китае, обязаны поддерживать при оплате онлайн, 100% услуги, оффлайн-способа оплаты. Мы принимаем деньги в терминалах, мы применяем деньги в салонах сотовой связи. Это обязательство какое-то? Это, иначе невозможно, мы потеряем кусок, 30% плательщиков. Очень много людей просто до сих пор не готовы платить карты. Некоторые даже пытаются платить карты в оффлайн-точках, да, у нас есть карты, они не хотят ей платить. Не хотят светить в интернете, да, видимо? Неизвестно, то есть, здесь такая модель поведения непонятная, да, то есть, люди, некоторые люди, деньги, они используют зарплатную карту, они снимают ее с банкомата, а дальше начинают распоряжаться этими деньгами. Так, Дмитрий, давайте еще чуть-чуть про вас поговорим, чтобы просто наши слушатели понимали, что это за бизнес «Азон Трэвел». Это бронирование билетов и гостиниц. Авиа, ЖД-билеты, гостиницы и страховые услуги разные. Страховка выезжающего за рубеж и страховки от всяких несчастных случаев потери багажа при перелете. У нас, на самом деле, была программа, посвященная онлайн-бронированию, не так давно была компания «Островок.ру» и была компания «One2Trip». Вот, то есть, вы как бы соединяете и гостиницы, и билеты, то есть, и ту компанию, в принципе, и те, и те сервисы. Мы строим универсальное агентство, которое… One Stop Shop, скажем так. То есть, если «Азон.ру» принято сравнивать с «Азоном», да, российский «Азон». Ну и название похоже, да. Да, была история связана с этим, когда организовали компанию, в принципе, да, об этом думали, что было похоже 14 лет назад. А «Азон Трэвел» — это экспедия России, скажем так. Это немножко, конечно, сейчас с запасом для нас, но, в принципе, вот наша стратегия такова — стать универсальным агентством, которое предлагает весь спектр услуг для самостоятельной организации путешествия в онлайне. Интересно, кстати, вот изменение некой направленности «Азона» со временем, потому что, когда только-только «Азон» появился, это был чисто книжный магазин. Совершенно верно, да. Сейчас позиционирование абсолютно другое. Это гипермаркет, то есть, можно купить все, что угодно. С чем связана вот эта вот история, если можете прокомментировать, Дмитрий? Потому что то ли книжный бизнес, скажем так, не оправдал себя, то ли есть возможности более широкие. Вот в чем здесь история была? Книжный бизнес прекрасен. Книжный бизнес сейчас у «Азона» растет лучше, чем у самих издателей. То есть, у издателей есть проблемы с книжным бизнесом, у «Азона» его нет. Вот он только растет, сама продажа книг, при том, что тиражи, да, и снижаются у некоторых издателей. Они испытывают проблемы с этим. Ну, то есть, люди больше любят, наверное, покупать что-то через интернет или читать через интернет. У нас же сейчас пиратский рынок очень большой книжный. Да, совершенно верно. Ну, «Азона» есть тоже идеи, как с этим справиться, есть свои собственные эксперименты в области продажи цифрового контента, включая книги. Нет, здесь все просто. Здесь, если у вас есть огромная аудитория покупателей, а на «Азоне», я тоже не скажу сейчас, цифра уже меняется очень быстро, да, растет. Ну, огромная. Огромная. То почему бы этим же покупателям не начать представлять другие товары, которые удобно доставлять и удобно хранить в той же логистической модели? Если есть спрос, почему бы не продать? Дмитрий Яковлев, директор по развитию бизнеса «Азон Тревел Ру», продолжим после новостей. Итак, продолжаем бизнес-классный «Финам.ФМ». Тема продажи товаров и услуг через интернет. Со мной беседует Дмитрий Яковлев, директор по развитию бизнеса «Азон Тревел». Ну и, собственно, соответственно, я очень надеюсь, что Оскар Хартман, основатель и генеральный директор «КупиВип», присоединится с минуты на минуту. Поговорили уже, в принципе, о том, что интернет-экономика по исследованию ведомостей заняла 1% российского ВВП и в следующем году займет, по их же прогнозам, уже 1,5%. Соответственно, из этой половины триллиона, соответственно, 500, то есть из 500 миллиардов рублей, электронная коммерция, ритейл занимает 309 миллиардов. То есть, в принципе, практически львиную долю, большую часть, сколько там получается, 65, где-то так, процентов. То есть это явно, наверное, самый такой, ну, что называется, прибыльный, ну, не то чтобы прибыльный, но, наверное, самый, вот, что называется, интересный сегмент. И, как, опять же, пишут ведомости, плюс 27% прогноз роста к 2012 году. Вот, к нам присоединяется Оскар Хартман, основатель и генеральный директор компании «КупиВип». Оскар, здравствуйте. Здравствуйте. Как московские пробки и погода, наверное, тяжело влияют, да? Очень тяжело. Немец опоздал. Да, это странно, но, тем не менее, понятно, поскольку в Москве у нас сложно часто передвигаться, действительно. Ну что, «КупиВип», на самом деле, пару слов о компании. Я уже говорил, что по версии журнала «Секретфирмы» вы в прошлом году, по крайней мере, вошли на второе место в топ-100 интернет-компаний, интернет-магазинов. Я так понимаю, что вы где-то вот явно там в лидерах этого сегмента, вы занимаетесь одеждой. Да. Только одеждой, в основном одеждой или чем-то еще. Вот мы уже обсуждали, что «Озон» был книжным магазином, а потом переквалифицировался в гипермаркет, который продает все. А у вас какая-то есть явная специализация, да? Одежда, обувь, аксессуары, все товары, которые любят женщины. Наша специализация именно такая. Ясно. И на самом деле стоит еще отметить КопиВип тем, что вы чемпионы по привлечению инвестиций, 86 миллионов долларов, фонды прямых инвестиций, Бедлертон Кэпитал, Бессимир Венча Партнерс и Раша Партнерс вложили у вас средства. То есть, наверное, чуть позже еще мы поговорим с вами о том, как именно удалось сделать вот, собственно… Ну, значительно больше денег нам дали клиенты. Значительно больше, чем эта сумма была получена от клиентов через продажи посылок. Нет, ну это понятно, конечно. «Озон» привлек 100 миллионов. «Озон» привлек 100 миллионов. А, ну то есть все-таки лидеры сидят передо мной практически. Хорошо. Мы как раз говорили о том, что интернет-проникновение в России растет. И, в принципе, вот у нас 70 миллионов человек, практически каждый второй из 150 миллионов уже раз в год, по крайней мере, выходит в интернет. И мало того, что на 5% прирост был на 2011 год пользователи интернета, еще и активность пользователей, которые уже есть в интернете, она увеличивается. Вот эти тенденции, они… это свойства России. То есть, ну, мы уже говорили с Дмитрием, что все-таки в России еще 50% проникновения всего, в то время, как в Европе там 80-90% уже. А вот, например, в Соединенных Штатах Америки, можете сказать, какие? То есть, примерно схожая величина населения. Что там вообще происходит сейчас? Ну, Россия на самом деле чемпион, да, с точки зрения размера и с точки зрения темпов роста. Это просто опережает всех сейчас на данный момент в мире, кроме Индии. Да, Индия единственная страна, которая имеет еще более высокий уровень роста. Но если говорить про интернет, то, что хорошо, это что везде в мире интернет-пользователи ведут себя одинаково. Соответственно, от момента получения интернета до того, как они делают первую аналитику, там, ресерч, до покупки и так далее. Все ведут себя одинаково и можно, в принципе, прогнозировать практически с 100% точностью, что будет в России через 5 лет, да. Я приехал в Россию в 2007 году и было 24 миллиона интернет-пользователей. Из них покупало 2,4 миллиона, ну, 10%. Весь онлайн рынок, онлайн фэшн был 10 миллионов долларов, ну, практически 0, да, 0% из общего рынка. И, там, сейчас, вот, через 5 лет эти цифры от 24 до 62, 70 миллионов, кому верить, да. Интернет-покупателей сейчас 17-18 миллионов, соответственно, выросло практически в 10 раз. И рынок онлайн фэшн составляет больше, чем миллиард евро. И это общая, там, 8-9% всего рынка электронной коммерции. И это, на самом деле, точь-в-точь повторяет то, что было в Германии и в Америке один в один 10 лет назад. Если говорить про следующие 5 лет, уже 100% я могу вам дать, вот, 100% прогноз, что будет. Будет 90 миллионов интернет-пользователей в 2017 году. Из них покупать по интернету будет от 60 до 70 миллионов. Потому что после 10 лет совокупности интернет-пользования, процент тех, кто делает одну покупку или больше в интернете, достигает 85-90%. То есть люди начинают верить, использовать это как средство покупки, такое же, как обычно. Да, это так, как эволюция ребенка, да, как бы он в годик начинает ходить, там, в 6 лет идут в школу и в 12 лет начинает ненавидеть родителей. Также интернет-пользователи в интернете через 7 лет начинают покупать фэшн, а через 4 года покупают первую книжку. И эта эволюция, она везде одинаковая. Она сейчас ускоряется, потому что более молодые поколения, они намного быстрее воспринимают все технологичные вот эти нововведения. Но смысл остается в одном, да, соответственно, у нас будет в России 70 миллионов интернет-покупателей, которые будут покупать в среднем 500 долларов тратить в год в интернете. Это значительно меньше, чем 1200 долларов, которые есть в Европе. Но, тем не менее, рынок будет 35-40 миллиардов долларов. И из этих 40 миллиардов долларов, как минимум, 20% будет выпадать на онлайн-фэшн. Это будет составлять 7-8 миллиардов долларов. Тот же самый процент, который есть в Америке и в Германии. Если говорить про трэвел... Дмитрий, согласны? Нет, просто хотел сказать, что единственное различие, что трэвел всегда и e-commerce считают раздельно, и ритейл. Сейчас российский и трэвел это 5 миллиардов долларов примерно. Если сравнивать с Европой, где 98 миллиардов евро, остальное все точно так же, как сказал Оскар. Мы движемся с составанием 3-5 лет. В трэвеле, мне кажется, процессы быстрее даже, потому что продукт очень простой. Купить билет здесь даже возраст уже не играет никакой роли. У нас нет такой вещи, что есть early technology adopters, где молодые люди чаще придают услугу. Нет, у нас распределение ровно такое же покупателей, как проникновение пользователей. У нас равный процент везде, в каждом квинтеле возрастном. Здесь я согласен абсолютно. Мы отстаем 3-5 лет, 10, зависит от именно продукта. И мы будем там же, где сейчас Европа, а потом там, где Америка. Господа, вот такой тренд тоже в последнее время. Я смотрю сейчас, например, тот же Amazon.com. Капитализация, конечно, огромная, больше 100 миллиардов. Но, например, за последний год индекс S&P вырос на 21%, а Amazon вырос на 10%. Ну и все мы, наверное, знаем эту историю с Facebook, которая сейчас упала на 50%, и те инвесторы, которые покупали при IPO, наверное, они явно грустят сейчас. Вот что происходит? Вот знаете, нет ли аналогии с 2001 годом, когда у нас был бум доткомов? Да, ну, не будет ли что-то такого, не грядет ли что-то такое в ближайшее время? Вот как вы считаете? На каком рынке? На иностранном? Да я думаю, что если на иностранном это все будет, то и на нас мы здесь не уцелеем. Но опять же, стоит разделять Amazon и Facebook. Facebook – это рекламная модель, даже бизнес-модель непонятная. Это рекламная модель, на каком рынке люди играют. Amazon – это вот товары, это магазин. Facebook пострадал из-за бизнес-моделя. Ожидания были завышены, и монетизировать не могли. Есть еще Groupon, где вообще даже прибыли там, по-моему, не видно до сих пор. И все равно пытаются продать и заработать на этом. Здесь понятные бизнесы для тех, кто понимает в интернете. Вот товар, вот клиенты, вот мы продали, вот наша маржа. Если мы видим рост клиентского спроса, если мы умеем привлекать клиентов так, что мы не тратим больше на привлечение, чем мы продаем, все в порядке, я считаю. Рост рынка российского, ну только если не случится каких-то катаклизмов, всех не отключат от интернета, нам не грозит. Мы еще на таком низком уровне находимся по сравнению, если говорить про интернет-экономику, с европейцами, даже с азиатами, что нам даже дойти до этого уровня, какой у них, это огромный рост. Вот, в два, в три раза. Интересно, кстати, вот вы сказали, что Индия растет сейчас больше, чем Россия. А вот Китай, например, что с Китаем? Там же тоже население совершенно огромное, там больше миллиарда, как и в Индии. Что с Китаем-то? Я только вернулся из Китая, цел 9 дней провел в Китае, вот прям вот вчера прилетел. Мое мнение такое, то, что делает интернет, это следующее. Интернет развивается, как все в мире, очень равномерно, плавно и сроками 10-20 лет. Соответственно, интернету уже почти 20 лет, и все это развитие происходит очень плавно, как люди ставят проникновение, рост broadband, рост продаж электронной коммерции, рост дейтинга, все это практически линейный рост, очень плавно и предсказуемый. При этом ожидания вокруг этого роста, они колебаются просто вниз и вверх. Просто если все думают, что Facebook прям завтра изменит весь мир, и в каждом телевизоре, и все, что мы делаем, и отношения, браки, и все будет только зависеть от Facebook, они считают, что компания будет стоить триллион, покупает по оценке 100 миллионов, не получают через месяц этих результатов и падает. Соответственно, это все управление ожиданиями. Есть реальность, а есть ожидания, а все колебания происходят из-за того, что интернет-предприниматели или компании такие глупые, а просто весь комьюнити вокруг постоянно, то имеет такие ожидания, то другие, а компании делают, работают. Амазон работает уже там все свои 17 лет, строит, строит, строит. Посмотрите просто цифры. Амазон каждый год, каждый год, каждый год есть прогресс, при этом оценка колебается. Из-за этого они даже, наверное, на это уже не смотрят просто, потому что считают это каким-то безумием инвесторов, которые пытаются на самом деле вокруг интернета заработать сверхдоходность. Потому что люди, которые покупают IPO, их ожидания, сейчас был вопрос, заработать в 10 раз. 10 раз. Ну, хорошо, если ты хочешь заработать в 10 раз, если у тебя ожидания такие, значит, тебе нужно, наверное, покупать интернет-компанию. А если что касается Китая, там вообще суперэкстремальная ситуация, там очень предпринимательская культура, и получается ситуация, в которой люди конкурируют за будущее. Есть люди, которые конкурируют сегодня, можно сказать, например, как пример, Beeline, Megafone, МТС в России, да? Они конкурируют в сегодняшнем дне, они очень прибыльные, все три компании. И несмотря на то, что большая конкуренция, но они понимают, что будущего у такого бизнеса чистой трубы нет, что весь бизнес будет в дополнительных сервисах. Из-за этого они пытаются выжимать из текущего бизнеса максимальную прибыль, чтобы делать вот эти новые value-added services, и из сегодняшнего бизнеса, даже с учетом конкуренции, выжимают деньги. Если говорить про Китай, там все конкурируют за через 10 лет. И то, что сегодня, их вообще не интересует. Это просто, соответственно, это приводит к действиям, где инвестиции превышают в 10 раз текущий оборот, который эти компании дают. И так как это происходит в протяжении нескольких лет, у китайцев просто максимальная агрессивность в интернете, ну просто невероятная активность, агрессивность не одной группы, а там 20 групп, 500 инвесторов. Иногда это приводит к такому кризису, потому что когда эти ожидания, накапливающиеся из года в год, не оправдаются, происходит кризис и сжатие. Вот то, что происходит сейчас, в данный момент в Китае, за последние полгода в Китае не была заключена ни одна сделка в электронной коммерции. Люди просто не инвестируют, потому что было проинвестировано так много, по таким высоким оценкам, что компании не готовы опускать оценку, а инвесторы просто не готовы больше вкладывать. Хорошо. Это был Оскар Хартман, основатель и генеральный директор компании «КупиВип». Продолжим после новостей. Итак, мы подошли ко второй части бизнес-класса. Тема сегодня – продажа товаров и услуг через интернет. Обсуждаем с видными интернет-деятелями, предпринимателями, владельцами крупнейших компаний, которые продают услуги через интернет. Это Оскар Хартман, основатель и генеральный директор «КупиВип» и Дмитрий Яковлев, директор по развитию бизнеса «Ozone.travel». Итак, напомню средству коммуникации. Телефон прямого эфира 495 – это код города, 6510-996 – сам телефон. Можете позвонить, предложить свою тему, либо задать вопрос мне или экспертам. Ну и, соответственно, сайт «Финам.фм». Конечно же, говорим про интернет. Думаю, что у всех практически. Под рукой есть интернет. «Финам.фм» – сайт, где вы можете написать вопрос, либо как-то прокомментировать нашу программу. Итак, продолжаем говорить. Остановились на том, что мы с Оскаром обсуждали Китай, где все уже конкурируют за будущие прибыли, поскольку понятно, что, наверное, там сколько, полтора миллиарда человек – это будущий огроменный совершенно рынок, и поэтому все стремятся там сделать бизнес и хотя бы начать. Уж там неважно, наверное, пусть он будет сейчас, не так уж прибыли, но, тем не менее, с прицелом на будущее. Оскар, а вы, я так понимаю, не по бизнесу ехали и ездили туда отдыхать, да? Да, да, я люблю отдыхать в экзотических местах. Какие вообще, вот, какое ощущение от Китая осталось? Мое самое максимальное впечатление – это предпринимательство, которое я вижу в Китае. Россия тоже очень предпринимательская страна. На самом деле, там, 40-50% всех людей хотят создать свой бизнес, и, ну, то, что я видел в Китае – это просто какой-то максимальный подход, потому что практически каждый человек готов вложить там все семейные сбережения в свой собственный бизнес, и они конкурируют максимально жестко по цене. Если, вот я общался с предпринимателями, там, они говорят, что, вот, если взять любой дом, все рестораны и все магазины внизу меняются каждый год, потому что они так жестко конкурируют, что они банкротятся, и приходят новые, опять открывают и банкротятся. И просто, если взять, например, Таобао, китайский интернет-магазин, там 600 тысяч продавцов, 600 тысяч мелких бизнесов, которые продают какие-либо товары, и Таобао вот сегодня объявил, что они собираются сделать за три года оборот 500 миллиардов долларов. И это вот Таобао, по сути, такой, аккумулирует всю предпринимательскую силу Китая. И там такая конкуренция, потому что Таобао признал, что они могут обеспечить оборот только для 60 тысяч продавцов. Ну, их 600 тысяч, из-за этого десятикратный перевес предложения, и максимальная конкуренция, которая просто, ну, невероятно, для меня это просто шокирующая ситуация. 18 компаний, которые имеют оценку миллиард или больше, 10 интернет-магазинов, которые имеют оборот миллиард или больше, при этом монстры Таобао, другие компании, которые скупают там по 30-40 компаний каждый квартал. Это, ну, такая хорошая ситуация, но я думаю, очень тяжело навигировать, если быть инвестором или предпринимателем в Китае. Там происходит, ну, по ощущению, в 30-40 раз больше активности, чем в России. А вы не планируете на этот рынок выходить, как и все остальные сейчас планируют? Иногда надо говорить «нет», иногда надо себя останавливать. Хорошо. Фокус нужен. Подскажите, у вас, вы, я так понимаю, же работаете на рынке не только России, да, и СНГ? Мы, наш пользователь, это любой русскоязычный пользователь интернета. Ну, то есть можно сказать, что СНГ, да. СНГ, и у нас есть клиенты, которые живут за рубежом, у нас заказывают. То есть СНГ плюс русские люди, которые проживают там в США, там в Таиланде, где угодно. И вот этот, по сути, бизнес такой посреднический между авиакомпанией, которая хочет продать рейсы, да, и человеком, который хочет заказать билет, он же вот так вот прям сильно начал развиваться не так давно, на самом деле. Сколько лет назад, там, буквально три года назад. Ну, 2008-2004 год появились вот лидирующие компании, которые сейчас лидирующие. Почему это произошло вот в этот момент? Просто электронный билет появился в России по обязательству перед ИАТО, международная организация, регулирующая отношения агентов и перевозчиков. Российские компании были вынуждены перейти на электронный билет. И тут же еще РЖД ввело электронный билет. Но РЖД там все равно надо в кассе его получить. Сейчас даже уже даже не надо. Уже даже не надо. Ну, для не всех поездов. Вот летом еще надо было. Не для всех поездов. На электрох вам по-прежнему надо будет все это распечатывать и идти. Но просто услуга стала, это стопроцентный e-commerce, у вас все абсолютно виртуальное. Вы продаете записи в базах данных, электронные деньги, ноль контактов с персоналом и так далее. У нас был офис в 2009 году. В 2009 году мы его закрыли, офис продаж. Потому что интернет, ну, невозможно было смасштабировать вот этот маленький офлайн офис, который принимал там клиентов. Мы все тут закрыли и вышли полностью в интернет. То есть только онлайн. А, Оскар, а у вас вот, мне вот интересно, тоже вы примерно в это же время начали, да, 2008, где-то так, если я правильно помню. И у вас специфический такой бизнес, да, fashion, одежда известных брендов, но, тем не менее, которую вы продаете ниже той стоимости, которую человек может найти в каких-то магазинах, куда он придет, там, Prada, Gucci и так далее. Правильно я понимаю? То есть Россия, мне кажется, самая правильная страна для этого, потому что у нас очень любят вот эти вот брендовые вещи и есть, ну, даже вот, ну, это даже высмеивается в социальных сетях, вот, приверженность некоторых людей вот к этому образу жизни, когда какая-то показуха такая. То есть вот человек может быть там, допустим, у него нет денег, но он вот обязательно купит Prada и покажет, что он, что он вот крут, что он может себе позволить это сделать. То есть Россия, здесь вот азиатская такая, жилка такая, вот, купить и носить бренд. Вот как вы считаете, вы делаете на этом бизнес, успешный бизнес, а сами как вы к этому относитесь? Вот в Германии такой бизнес можно сделать? Конечно можно, и в Германии намного… Будет ли он такой же эффективный? Лакшери рынок в Германии, как ни странно, больше, чем Россия, просто это может быть немножко более скрыто, или этот спрос уходит в другие категории товаров, которые нацелены на внутреннее удовлетворение, тоже относятся к классу лакшери. Если говорить про, как я к этому отношусь, на самом деле есть стереотипы, которыми люди управляют, что русские так помешаны на бренды, да, и можно наблюдать там в Гонконге, как русские девушки закупаются там, там все 30% дешевле, и они там просто с ума сходят, все скупают. Такие имиджи есть, то, что я вижу из цифр, да, я оперирую цифрами, и на самом деле русский потребитель не такой уж помешанный на эти бренды, как казалось бы, да. И у нас сейчас есть 10 миллионов женщин, которые члены клуба QPVIP, и если я смотрю на их поведение, на самом деле русские потребители в первую очередь ценят качество, качество продукта самого, сама вещь, материал изготовления, страна изготовления, качество изготовления идут более высоким приоритетом, чем бренд. Оскар, но ведь сейчас же все делается в Китае, какая разница? Нет, все равно есть большие различия, есть себестоимость производства, есть вещи, которые себестоимость производства 2-3 доллара, есть обувь, образно говоря, которая в производстве стоит 3 доллара, есть футболки, разные вещи, которые очень масс-маркет, да, они очень дешевые в производстве, они на самом деле уступают в качестве. Русский потребитель предпочитает покупать вещи, которые в себестоимости производства стоят от 25 до 40 долларов, да, они соответственно в рознице, они продаются за 100-150 долларов, и как ни странно, в России именно выбирают самые качественные материалы, в отличие от Германии, где там очень покупают полиэстеры, разные другие такие дешевые материалы, в России это не покупается. И люди выбирают более дорогостоящие материалы, и даже в дорогих брендах всегда выбирают самые высококачественные вещи, из-за этого Купи Виопи сделал из 3000 брендов, которые хотят с нами работать, мы работаем только с 1400, и эти 1400 именно относятся, они работают в той категории, где себестоимость производства, изначальное качество продукта значительно выше того, что покупают в Европе, например, или в Америке. Это на самом деле то, за что бренды очень ценят русского потребителя, если спросить брендов, которые себе ставят как цель качество, ну, Добальнини, Фави, многие другие, они не хотят производить обувь, которая стоит 3 доллара или 5 долларов, они производят обувь, которая стоит 35. Но вы согласны, что практически все делается в Китае? Ну, здесь зависит от категории, конечно, в Китае сейчас себестоимость рабочей силы растет, и сейчас все переходит на Бангладеш, на другие страны, но большинство, конечно, товаров все равно делается в Китае, и если делается не в Китае, в Италии делается китайцами, которые перевезены из Китая в Италию, потому что из-за того, что Made in Italy так высоко ценится потребителями. Но это, опять же, ценится именно не то, что это сделано в Италии, а именно, как бы, лейбл, да? Да, лейбл. То есть, по сути, лейбл. Да, из-за этого итальянские бренды, они строят города, куда привозят вьетнамцев и китайцев, и платят им низкие зарплаты, и на территории Италии производят вещи. Это то, что происходит, потому что потребитель это хочет. То есть, мир катится в сторону, знаете, вот не какой-то реальной ценности, а именно вот попытки кем-то казаться использованием брендов, использованием лейбла Made in Italy и так далее. Ну, качество-то растет, и на самом деле, вот этот Made in Italy или Made in Китае, если сейчас поехать в Китай посмотреть, какие вещи они умеют производить, это просто шокирующе. То есть, количество переросло в качество, и китайские производители могут производить просто феноменальное качество, и iPhone 5, и любые другие там высококачественные продукты производятся в Китае, и никаких проблем я здесь не вижу. Хорошо, я предлагаю вернуться, собственно, к бизнесу в интернете и понять, какие же у нас вообще бенчмарки и KPI ставят перед собой крупнейшие игроки этого рынка. Ну, мы уже говорили, что там интернет растет 5% в год в России, да, по крайней мере, согласно официальной статистике, уж не знаю, там, использование, интенсивность использования интернета тоже растет. Плюс еще растет в целом бизнес, но это, как мы уже говорили с Дмитрием, это там как-то отражает, наверное, рост ВВП, да, где-то больше, где-то меньше, там, в России плюс 5%, я надеюсь, покажем, да. И очень быстро растет средний класс, я считаю, это важная тенденция. Средний класс в 2007 году, люди, которые зарабатывают 1000 долларов или больше в месяц, их было 2 миллиона, вот по отчету Мэр Линч в этом году, в 2012 году, таких людей, которые зарабатывают 1000 долларов или больше, в России 20 миллионов. Ну, мы это можем наблюдать. У нас растут авиаперевозки очень сильно, по 30% в год, свыше, просто авиаперевозки. Объективно видно, что люди стали больше путешествовать, больше покупать каких-то дорогих товаров. Ну, если у вас тариф в Берлин туда-обратно 2600 рублей, если у вас открыта виза, которую сейчас открывают испанцы и французы, двухкодовую шенгенскую визу, спокойно, вы уже один раз были в Испании на отдыхе, мы присылаем вам маркетинговое письмо 2600, и вы в Берлине на выходные, ну, конечно, люди начинают летать. Ага. Так какие же KPI ставите вы себе для развития? То есть, ну, на следующий год, например, какой должен быть прирост бизнеса, чтобы вы сказали, да, здорово. Ну, есть же какие-то определенные планы, конечно же. В 2011 году у нас оборот был 100 миллионов долларов, мы планируем его больше, чем удвоить в этом. Соответственно, на следующий год показатели будут роста какие-то такие же. Весь рынок ожидается, что в этом году вырастет на 50% онлайн трейл российский, и в следующем где-то процентов на 40. Мы планируем быть намного выше этого, то есть, расти раза в два быстрее рынка. То есть, вы хотите оборот увеличить, правильно я понимаю? Да, конечно. То есть, KPI стоят наоборот именно? Трэл бизнес у нас чуть-чуть наоборотный. То есть, здесь все показатели, они с оборот в результате. Есть общая маржа с продукта, и там от 6 до 7% зависит от того, как у вас наценки, какой у вас микс, да. Интересно, что когда у нас был One-Two-Trip, они сказали, что 4% в среднем они зарабатывают. Это модель исключительно One-Two-Trip, который выбрал такую модель продвижения, он использует каналы продвижения, которые не позволяют ему держать высокую маржу. Есть просто много разных каналов продвижения, которые позволяют вам и маржой играть, и иметь ее больше. А что имеется в виду под каналами продвижения? Можете пояснить поподробнее? Ну, в интернете это контекстная реклама, это SEO, это директ-мейлинг, да, рассылки. Что же у него есть такое, что есть такое у вас, чего не может сделать One-Two-Trip? One-Two-Trip, по моим сведениям, больше ориентирован на метасе-ченчины, где выбор клиента происходит исключительно по цене. Да, он выбирает только в виде списка цен разных компаний между собой. Соответственно, чем вы выше в этом списке, тем больше, что на вас кликнет клиент, да. Ну, это одна из моделей поведений. Хорошо, Дмитрий, я предлагаю продолжить уже после новостей. Бизнес-класс Тафинам.ФМ продолжается. Продажа товаров и услуг через интернет. Вот сегодняшняя тема, тема общая, тема, я думаю, что интересная очень многим. Итак, у нас в студии Оскар Хартман, основатель, генеральный директор компании КупиВип. И Дмитрий Яковлев, директор по развитию бизнеса Озон.Тревел. Обсуждаем эффективность бизнеса. Вот с Дмитрием уже начали обсуждать, собственно, бизнес онлайн-бронирования. Выяснили, что от 4 до 7% маржа, я так понимаю, да? От микса продуктов зависит. Да, если сейчас авиабилеты – это основной продукт у всех российских агентств. Есть Booking.com, который продает только отель, да, и на них очень успешно зарабатывает. В России в основном все зарабатывают на авиабилетах. Соответственно, там наценки ниже. Их все пытаются увеличить свою прибыльность, либо за счет, ну, манипулируя источниками привлечения трафика, либо за счет предложения дополнительных продуктов. Отелей, страховых продуктов. Да, на отеле больше зарабатывают, судя по тому вот эфиру, который у меня был. Совершенно верно, от 10 до 35%. В среднем 15, да. Зависит от того, где вы там value chain находитесь тоже. Кто вы там, перепродавец, в B2B канал отдаете или в B2C. Но отели в России сложная тема в онлайне, потому что пакетные путешествия... Отели привыкли русские люди в пакетах покупать больше, и здесь берут перевозку, да, в основном. Плюс пакеты, и отели это более сам сложный продукт. Вы там выбирать надо сложное, местоположение, какие услуги, что там в номере. Это не так просто. Здесь проникновение в онлайн и спрос гораздо ниже, чем на авиабилеты. Соответственно, сейчас отели являются интересующим всем продуктом, но все-таки второстепенно. Хорошо. Итак, значит, рост рынка плюс 40% на следующий год прогнозируется, да. Соответственно, вы хотите расти больше рынка. Ну, как минимум в два раза быстрее. Как минимум в два раза быстрее рынка. По какие-то, по, скажем, рентабельности у вас какие-то стоят таргеты? То есть, какая у вас сейчас рентабельность, можете сказать, допустим, по EBD? Нет, я так это не смогу разговорить. Не готов, да? Да, не готов. Но вот маржинальность, да, бизнеса вот такая, как я сказал, в районе 6%. Вот. Хорошо, хорошо. Напомню, телефон прямого эфира, 495, это код города, 6510996. Это, собственно, средство коммуникации. Можете позвонить, задать вопрос мне или гостям, либо что-то прокомментировать. Ну, или, соответственно, сайт Finam.fm всегда доступен. Там также вы можете и посмотреть онлайн-трансляцию и задать какой-то вопрос. Оскар, теперь, наверное, про вас чуть-чуть больше. Купи VIP. Как у вас? Вот какие цели вы ставите на следующий год? Какие же агрессивные? Я вот только что сегодня делал презентацию сотрудникам наших целей. и сказал, что хотим доставить 20 миллионов посылок в 2020 году. Наша большая цель, именно наша работа – это доставка посылки. Это когда курьер приезжает в офис или домой и вручает посылку. Я хочу, чтобы это происходило 20 миллионов раз в год, только через наш ресурс. Успешных доставок, да? То есть человек померил и не отказался, да? Если человек заказал, получил и по каким-либо причинам, например, очень часто девушки заказывают два платья, выкупают только одно, это не значит, что это неуспешная доставка, да, соответственно. Конечно, для компании это затратно, но так как потребитель себя ведет, люди сегодня в интернете не покупают. Люди в интернете заказывают, а покупают при доставке у курьера, да? Соответственно, любая покупка – это успех, любой отказ – это сервис для клиента, потому что мы ему оказали сервис. И в России потребитель получает то, что он нигде в мире не может получить, да? Если вы, например, поедете в Америку, перед тем, как вы предоплатили ваш заказ, никто вам ничего не будет везти. В России компании оказывают услугу для клиента, что они везут заказ и оказывают услугу доставки до клиента, который потом имеет возможность выкупить или не выкупить товар. Ну вот я померил, мне не подошло, но… Да, это же хорошо, если вы вернете, и это произойдет без проблем, вы вернете вещь сразу курьеру, у вас сразу пройдет отметка в психике, что заказывать безопасно. Ну а доставку-то заплатить придется? Не придется, все бесплатно, и доставка бесплатная, и возврат бесплатный. И на самом деле сейчас уровень сервиса для клиентов в России, он на таком уровне, что на самом деле клиенты получают очень выгодные условия, и это то, что способствовало такому большому росту. Купи VIP – это была первая компания, которая построила собственную курьерскую службу. Сегодня мы покрываем 320 городов в России, и у нас собственный курьер приезжает и ждет 15 минут. Я сам один раз в квартал работаю курьером, и доставляю заказы, всегда жду 15 минут в офисе, пока все девушки соберутся, обсуждают, к кому что подошло, и потом беру, обычно 80-90% всего, что я привез, покупают, какая-то часть не подошла, и я везу ее спокойно обратно. Это сервис для клиента, нужно быть сервис-ориентированным. Конечно, для бизнеса это нехорошо, для бизнеса это затратно, потому что везти три пары джинс в Красноярске, везти две обратно потом, это стоит больше, чем джинсы, которые ты продал. Скажите, пожалуйста, я зашел на сайт, на Купи VIP, и мне сразу какой-то баннер возник передо мной, зарегистрируйся или дальше тебя не пустим. Я часто встречал на купонных сайтах такую модель, что тебе сразу какую-то форму заполни, или с тобой не будем разговаривать. Вот это первое, что бросилось в глаза, и сейчас еще расскажу второе. Я там нажал сразу кнопочку, условия магазина, перед тем, что она нажата по умолчанию, эта галочка, я посмотрел условия, и там сразу обратил внимание на то, что если возврат как-то осуществлять, то это надо в Германию высылать, там, где я щелем. Вот такой момент. Нет, это только часть. У нас есть часть акции, которая производится. У нас есть склад в России, 20 тысяч квадратных метров, есть склад в Германии, и 10% наших продаж, происходит из Европы, да, потому что мы работаем с европейскими брендами, которых здесь на рынке нету. И только для этих 10% из-за таможенных правил возврат должен идти в Германию. Любой другой заказ вы можете возвращать прям курьеру, прям на месте, никуда вам посылать. То есть курьер, если уже уехал, но там, допустим... Все равно тогда это будет пересылка в Климовск, наш склад находится в Климовске, это основная часть. Я так подумал, но DHL, надо же платить за DHL, и, конечно, ничего общего с купонными сервисами не имеем, это совершенно другой бизнес. То, что мы делаем, это совершенно другое. Но это ценность, купив IP, женщина может получить тогда, когда она следит за тем, что мы делаем. У нас каждый день 10 тысяч новых товаров, и, к сожалению, для этого нужно следить за тем, что происходит, чтобы получать самые максимальные сделки. Вернемся к эффективности бизнеса. Ну, 20 миллионов доставок, окей. А финансовые какие-то показатели, я наверняка же у вас есть? Ну, да, я могу сказать, что мы 3 июля этого года достигли тех же самых финансовых результатов, которые были за весь прошлый год. Соответственно, у нас будет рост больше, чем в два раза. А оборот какой был за 2011? За 2011 был, ну, мы там не полностью не разлагаем, но там в районе 140 миллионов долларов. Соответственно, в этом году будет в два раза больше. Ну, и традиционный вопрос, рентабельность по EBITDA. Да, ну, соответственно, EBITDA, это, конечно, никому не поможет. То, что я могу точно сказать, что рентабельность – очень низко рентабельный бизнес. Ну, сколько вы зарабатываете, грубо говоря, вот с единицей оборота, грубо говоря? Ну, давайте вот просто, как вот нам Дмитрий рассказал тоже, вот продаете вы какую-то вещь, да, допустим, за, я не знаю, там за 10 тысяч рублей, да, сколько из этого вы примерно зарабатываете? Более реально, там, например, 4 тысячи рублей, да, вещь за 4 тысячи рублей, и из них, из них… Какова структура, да? Из них 2500 рублей – это будет оплата поставщику, бренду, да, и оставшиеся 1500 рублей должны покрыть все оставшиеся затраты. Соответственно, чтобы доставить один заказ, нужно 6 раз с человеком разговаривать до подтверждения заказа, для которого требуется в среднем 2-3 звонка, чтобы подтвердить, потом это после оформления заказа это договориться о доставке, потом курьер, договориться о точном вручении, и плюс нужно сформировать заказ на складе, упаковать, отправить, доставка, обратный товаропоток, эти все операции совокупно стоят больше, чем 1000 рублей, чтобы доставить один заказ, плюс все остальные затраты на маркетинг, на получение заказа, на коммуникацию с потребителем, и таким образом, если взять электронную коммерцию в целом, Amazon или кого угодно, прибыльность составляет от 2 до 6%, не более того, вот такая сейчас ситуация в электронной коммерции, потому что та же самая ситуация, что в Китае, люди конкурируют за будущее, и ценообразование, и условия, которые клиенту даются на данный момент, они очень выгодны для потребителя, и сегодня потребитель получает в России абсолютно уникальные условия, которые, может быть, через 5-6 лет уже не будет. Хорошо, а если брать человека, который хочет, допустим, предпринимателя, который хочет открыть свой бизнес в сфере интернет, вот есть сейчас какие-то ниши, которые вам сейчас кажутся очень привлекательными, действительно исключительно привлекательными? То, что я хочу сказать, что я видел, наверное, 10 тысяч таких предпринимателей за последние 4 года, которые потом закрывали бизнес. Выходить в бизнес с неправильными ожиданиями, это самая большая ошибка, и если говорить про интернет, это тот рынок, где самые неправильные ожидания при начинании бизнеса из всех. Когда люди открывают ресторан, они более-менее понимают, им надо вложить 200 тысяч, плюс раскрутку и персонал, люди более, а когда открывают интернет-магазин, они оперируют какими-то непонятными мифами, и просто вот у нас было 32 конкурента, сейчас у нас остался один, просто все компании обанкротились, закрылись, они не умеют удовлетворять клиентов. Бутик.ру, наверное, да? Бутик.ру, да, это еще отдельный, это не шопинг-клуб, это интернет-магазин, там есть разница, но вопрос в том, что люди входят в рынок не с правильными ожиданиями, и компании, которые потратили не 5 тысяч долларов, а 10 миллионов и 15 миллионов долларов, просто закрываются. Вы можете вот сейчас открыть, там, Shop Deluxe, Collection Preve, Brands and Brands, это все компании, которые вложили 10 миллионов долларов каждая, которые просто закрылись, конкурируют против QPVIP, они не могут предоставить такой сервис клиентский, они не могут принимать тех решений, которые могу принимать я, ориентируясь на долгосрочные перспективы, и получается очень осторожно надо выбирать интернет-модель, да, потому что я просто всегда говорю предпринимателям, ищите там схемы быстрого зарабатывания денег или какие-то вот такие манипуляции в другом месте. В интернете низко висящих фруктов нет вообще, вот просто нету, нету. Есть привлекательные ниши, есть очень много интернет-магазинов в мире, которых в России еще нет. Ну, это будет длинный путь, я вот лично уже строю QPVIP 5 лет, каждый день 18 часов, и это очень тяжелая работа, это каждый день борьба. И на самом деле, как бы, можно выбрать нишу, но нужно ожидать, что строить придется 5-10 лет, что вложить придется достаточно. Хорошо. Самое большое заблуждение, что интернет – это дешево. Здесь вы не сможете за… все-таки есть порог вхождения в инвестиции, вам нужно много денег, чтобы построить… Ну, а сколько много? Ну, примерно. Ну, если мы говорим об онлайн travel agency, для начала начинайте с 2-х миллионов долларов, да. Вот только для начала. Хорошо. Такой же вопрос, Дмитрий, вот у вас, как вы считаете, какие сейчас ниши есть, есть ли вообще эти ниши в интернет-бизнесе? Я абсолютно согласен с Oscar.ru, это… Торговля. Это долговременная история, то есть здесь вы должны приходить надолго, ориентироваться надолго, ориентироваться на то, что вы будете вкладывать деньги, работая в ноль, в минус какое-то время, да, и только потом получите прибыль. Это для быстрых каких-то обогащений, я вот не вижу сейчас вам сказать, что давайте выйдем с вами из студии и чем-то займемся таким, чтобы быстро заработать. Есть ниши, связанные там в travel, если говорить, да, сейчас у нас нет сервисов, которые бы рекомендовали путешественник, куда поехать, да. Эта ниша практически пуста, да, здесь… Куда поехать, то есть имеется в виду… Ну, рекомендательный сервис некоторый, да, где можно было бы выбрать поездку, понять, сколько она стоит… На основании вашего предыдущего опыта там предположить, что вы будете делать. Ну, как угодно, если здесь просто настолько большое поле вариантов, как это реализовать, что никто до сих пор не смог нормально реализовать, вот. То есть ниша есть, но входить страшно, потому что можно разориться. Да, можно разориться, можно потратить много денег, и ничего не получится. Хорошо. 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 Коллеги. У нас уже… У нас уже… Заканчивается время, на самом деле, интересный разговор, я думаю, что, возможно, в каком-то другом эфире мы продолжим. Через две минуты у нас будет программа «Сухой остаток», начнется сегодня в 18.00, и тема будет такая, на какие новости реагирует сейчас фондовый рынок. Со мной были Оскар Хартман, основатель и генеральный директор компании «Купи Вип» и Дмитрий Яковлев, директор по развитию бизнеса «Азон Тревел». Спасибо, господа, что приехали. Это была программа «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ» и я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. До свидания.